Всем привет! Сегодня на улице дождь. Только что начался. Недавно был буквально 3 минуты назад, до того, как я вышла из дома. Такой был ветер, прямо ужасный. Вот так деревья гнуло. Сейчас ветер утих и принес дождик. Вот, сегодня четверг у меня машина сегодня, потому что у Назара репетитор. И я, соответственно, стараюсь в те дни, когда машина у меня. А это бывает в те дни, когда у Назара репетитор, потому что мне его нужно возить. Поэтому я отвожу Сережу с утра на работу и потом его забираю. И еще я точно стараюсь порешать много-много дел. На сегодня у меня такие дела, как нужно залить масло в машину. Купите щетку. Вот эту вот. Вот такую вот. Сейчас покажу. Вот. Одна у нас полетела. Галкнулась. И третий момент, что мне нужно сделать, это купить колесо. Одно. Или, наверное, два. Да, Сережа говорил два, потому что они в паре берутся, если не ошибаюсь. Я еще буду перезванивать ему. Вот. Дальше. Сегодня, боже мой, день вообще тяжелый. У меня сегодня еще... Мы вечером едем к маме, когда заберу Сережу с работы. Сегодня 14 мая. Ровно три года, как у меня умер мой старший родной брат. Вот. Я никогда не рассказывала об этом, потому что для меня это достаточно тяжелая тема и, в общем, тяжелая. Брат у меня был очень классный, позитивный, смешной, юморной. У него юмор рождался на ходу. Очень был красивый, высокий, симпатичный мужчина. Он старше меня на 8 лет был. Но так сложилось, что страшная болезнь его забрала от нас. Вот такая вот печалька у нас в семье. Поэтому у нас сегодня такой день траура. И мы каждый год стараемся провести этот день с мамой, потому что она депрессует, ей плохо. Ну, это понятное дело. И нам всем нелегко. Поэтому мы с семьей всегда вместе в этот день. Вот. И мы поедем. Мама там чего-то готовит. Я еще заеду в магазин, что-нибудь куплю. Младший брат будет. Мы. В общем, как-то так. Да. Вот такое вот у нас сегодня. Немножко сейчас начала рассказывать. Опять начинаю расстраиваться. Надо отвлечься. В общем, все. Поехали по делам. Приехала за Назаром к маме на английский везти. А тут делают дорогу. Я дальше не заеду. И Назара не вижу, чтобы выскочил. А еще поменяла щетки. Теперь они новенькие обе. Красивенькие. Вот такие. Классно моют. Теперь стекло у меня. Сейчас я правильно остановлю. Сейчас не вижу Назара. Это мне уже не нравится. Так. Ладно. Буду звонить. Масло залила. Короче говоря, все дела уже поделала практически. Бежит мое чудо. Ты же поправился, сынулька. Иди хоть маму поцелуй. Ой, ты. Я же соскучилась за тобой. Ласточка. Я тоже. Привет, моя рыбка. А я еще на тюрьме останусь, бабушка. Как это? Серьезно? Вот жопа. Значит, мама, а це тоби на пробу. Це уже бабушка передала маме, да? Голодаешь. А це мене на пробу. Це тоби на английский. Щас я еще добавлю. А шо, это вы запеканку с бабушкой делали, да? Это не запеканка. А что? Это кекс. А, ты помогал? Помогал? Я не крутился под... Я вообще просто ничего не делал. Это очень огромная помощь, я тебе скажу. А, да? Не мешал, да? Ага. Так, шо-то он так надвигается. Поехали, наверное, отсюда вот. Собрала уже я всех детей своих родных. Назара, Божичину. Поехали, поехали. По правому ряду мы сейчас будем заезжать. Вот там дальше. Вот, сейчас заедем с Викой в депо. Нам надо купить еще к столу. Что, водички, сыра? Мы можем здесь встать, а можем заехать прям туда. Дальше заезд, дальше. Или вот стояночка, видишь, если тут есть. А, это заезд. Вон, вон. Давай мне кулек. Взяли мы с Назаром, зашли в деликат. Осталась машина. Курицу, гриль, взяли сыр, взяли пепси. Чтобы бабушки там не сильно наготавливать чуть-чуть. Облегчим ее лучше. Все? Давай эту бутылку, пыльки. Все, погнали. К бабушке. Я уже хочу эту удовольствие открыть и выпить. Назар просится. Назар просится еще сегодня остаться у бабушки. Представляешь? Тебе? Тебе? Тебе. Назарочка, ну нельзя было уже дома открыть. Вот надо прям по дороге идти, грязными руками открывать, спить с этой банки, которую лапают все руками. Назар. Ты же говорил, что ты соскучился за моим криком. Теперь слушай. Что моя дочечка жарит тут? Отбивнушечки. Много еще дочечки? Папа сам доберется. Мы его не будем забирать. Кстати. Еще чуть-чуть, да, и можем садиться. Что тебе помочь? Ничего. Ничего? О, ладно. Мы же курицу уже разворачивать. То, что мы купили. Чи остынет, я даже не знаю. Понюхать. Она нормальная. Я так хапнула в магазине. Как ее развернуть-то? Ой, ладно, выключаюсь. Не разверну. Так, сырок сейчас порежу уже. Растерзала курицу, как смогла. Ну, не дороже, говорят, курицу едят руками. Ну, да. Как там птицу. Та-да-та и молодицу. Нет, я думаю, это уже лишнее. Это слишком жутко. О, о. Какой у нас стул шикарный. Няма-няма. Так, вроде все. Назарушка, убирай ноутбук и подавай нам тарелочки. Да, да, сейчас. Давай. Мам, смотри, у меня тут свое вкусное меню. Все, давай, закрывайся. Да, у меня тут вообще супер меню. Назар. Ну, ладно, ладно. Упаковывай его уже домой. Может, и надо? Надо. Может, и надо? Надо. Фу, какой дождик на улице. Спасибо. Свежо так пахнет, да? Идем от мамы. Загружены. А ты что, все-все забрал у Андрея эти? Зачем? Нам так... Да, подвезем. Хорошо. Пока, мамуль. Хорошо. Мама на балконе. Семейка Адамсов. Назар с книжками. Ой, я в траву. Упался это таскать. На? А в школу каждый день. А, ты же с планшетом ходишь. Да. Блудное дитя возвращаем домой. Можно мои ноги просто вот так свернуть калачиком и... Садитесь, говорит, слышишь? А куда нам? Сюда? В большую? Садимся. В классный багажник. Прогревайся пока, дочь. Пожалуйста. Все, едем домой всей семьей. Лика нас везет. И Назара тоже везем. Хорошо, мы посидели. Да, повспоминали. Душевненько, семейненько. Вспомнили Валеру. Очень так. Вот. Ну, а также истории всякие бабушки еще на моей покойной. Это мама на мама. Тоже разные истории смешные с ее молодости. Короче, посмеялись прямо даже. Я бы сказала. Классно. Едем домой. Нам магазин надо еще? Что-то. Я не помню. Хотя мама нам там надавала целую сумку и всякой еды, как обычно. Что там мы потеем? Тут дождь идет. Дождь идет? Точно? Так, мы дома уже, мама тут поналожила. И пирог вот, кстати, мама нам положила, бабушка. Это же бисквитик. Да, бисквитик. Нужно сгущенку так смазать. И картошку, пюре, и салатик, и сало. Сережа, мама тебе сало передала бы. Только ты у нас ешь. Подналожила нам тут и отбивные, и колбаса. Отбивные под низом. Даже огурец дала один. Ох, и бабушка. Ой, как хорошо, когда вся семья дома. Обожаю. Ой, я сегодня буду вообще радостная и спать спокойно. А Назар не радостный. Не хотел домой. У Назара завтра в Олимпиадах, в Фемли, по математике. И мы его поэтому забрали домой. Все, ты в подвал, Папунечка. Может, ты в магазинчик соскочишь? Надо хлебушек черный. Детям взять завтраки. Вика, без завтрака осталось. Назар съел. Ну, хлопья Назар все съел. Я не могу, ведь это суть. Что-то страшно. Ты воду, что ли, ты не смывай? Ты набирай назад, а потом покупаешь. Ничего страшного. Нормально. Посуду, может, тоже не мыть. Он зря одно, может, поесть. Ничего страшного. Все, что, в принципе, ну, нормально. А это вообще-то как-то не того. Ой, класс. Дети грызутся. Все нормально. Нет, я не считаю. Сейчас будут быться, смотри. Началось. Отойди, серый. Все, Назар, у Вики... Оля, подавилась. Так хотела быстро сказать. У Вики реально очень много сейчас заданий надо сделать. Ей некогда играться с тобой в игрульки. Тогда я попью пол. Попей. Что тут папочка купил? Булочки. Хлебушек купил. Так, только Назар, Вики оставь тоже. Тут ты все съедаешь, Вич? Ой, это я ряженку. Завтра хочу разгрузочный день делать. А, все, да? А сырок? Какой? Твердый, я просила. Не говорила ты? По телефону сыр твердый. И тут говорила. Ну, ладно. Не страшно. Вставай, посмотри. Вот это. Да. Там какое-то интересное видео, Назарушка. Выпускай. Это, наверное, это в холодильник, да? Я здесь, это... Я легла уже спать. Прилегла. Назар пришел с игрой ко мне. Очень интересно. Передвиньте две спички, чтобы исправить уравнение. Такая, на логику. Вот здесь уже передвигать надо вот так вот, смотри. А, разное, да, задание? Да. Ноль поделить на восемь равно шестнадцать. Всегда так делаю. Это поделить означает, да? Да, но смотри, что можно сделать. Умножить. А, угу. То есть тут... Можно менять. Угу. Так, а если восемь умножить на... Восемь. Не. На два, например, ты можешь сделать? Будет шестнадцать. Два сделать. А, стоп. Так? Да, одну спичку надо умножить. Ай, куда? Теперь умножить. Добавь. Ой. Вот. Видишь? Мама сейчас сделала. Два, два, шестнадцать. Логично. Передвиньте две спички, чтобы получить три треугольника. Ой, вот это я не люблю. Эти я тоже не люблю. Они такие сложненькие. И что тут делать? В общем, вот такую вот игру. Смотри, здесь три разных можно сделать. То есть, несмотря на размер. Да, я поняла. А сколько спичек надо передвинуть? Две. Две. Вот эти Вика классно щелкает. Здесь подсказки можно. О, у меня одна есть. Но я не буду. Не надо. Давай подумаем. В общем, все. Назар играет. Я уже засыпаю. А со мной не это вообще? Я уже засыпаюсь. О, что-то я сделала. На этом все. Всем пока. Вот же три.